Привет, с вами Велсаком, сегодня мы займемся самым любимым на YouTube занятием. Будем поливать свеженький iPhone 7 Jet Black Coca-Cola, ведь все мы это так любим. Смартфон за 75 тысяч рублей заливается Coca-Cola, кайф. Шучу, конечно, сегодня я расскажу о 7 главных фишках iPhone 7, которые мне понравились за время эксплуатации iPhone 7, и которые, как мне кажется, будут важны при выборе этого устройства. Поехали! В мире, где и так слишком много социальных сетей, появилась еще одна, но на этот раз со смыслом. MyFriends позволяет заводить новых друзей, что немаловажно общаться со старыми, а также создавать желания, привязанные к геопозиции. Например, давайте вместе сходим в кино. А еще можно принять участие в конкурсе, в котором разыгрываются десятки классных призов. Ссылка в описании, попробуйте. Ну, как бы то ни было, первая фишка, о которой хочется рассказать, это пылевлагозащита. И действительно, iPhone 7 первое устройство от Apple, которое обладает подобными характеристиками. Хотя сама фишечка не нова и на рынке уже существует, ну, несколько лет точно. В случае с iPhone 7 и 7 Plus, Apple заявляет о защите по стандарту IP67, что значит, коротковременное погружение в воду не принесет никакого вреда. Тут, кстати, надо понимать, что речь идет о пресной воде. Кока-кола, пиво, соленая вода, все это очень агрессивная среда. И все производители, когда говорят о пылевлагозащите, имеют в виду именно пресную воду. При этом есть ощущение, что Apple немножко перестраховалась. iPhone может находиться под водой 30 минут легко, то есть согласно стандарту IP68. Но в любом случае, если он у вас упал в воду, либо вы решили сполоснуть, ему ничего не будет. Кстати, по статистике, если говорить о повреждении водой, чаще всего смартфоны гибнут в туалете. Вот эта фишечка вообще одна из самых крутых. iPhone обладает очень крутым модемом, поддерживает все передовые стандарты, LTE в полный рост, но iPhone 7 сертифицирован по стандарту LTE Advanced. Он же 4G+. Берем мегафон, потому что он поддерживает этот стандарт iPhone 7 и получаем 200 с хреном мегабит по LTE. Вообще скорость до 450 мегабит, но у мегафона при прочих равных в таком случае скорость будет просто выше. Третья фишка это новый дизайн и цвета. Мамины аналитики и папины диванные войны почему-то решили, что iPhone 7 вообще не отличается от iPhone 6 и 6s. Хотя это в корне неверно, его инженерная составляющая была сильно переделана для того, чтобы он поддерживал IP67, но и внешне он сильно отличается от предшественника. А черный Onyx-то заляпывается и царапается, и заляпывается, и царапается при желании. Но достаточно чуть его протереть и будет как новенький. Сам факт того, что Джонни Айф отполировал порошком алюминий для зеркального блеска у меня лично вызывает восторг. А есть еще матовые черные, да и в целом дизайн смотрится поживее, чем предшественники, хотя, согласен, не сильно изменился. Но какие-то глобальные изменения мы ждем уже в следующем году. Но я вам так скажу, именно iPhone 7 в цвете Jet Black после iPhone 4 воспринимается как что-то новое, как что-то действительно классное, забытое, честно скажу, чувство. Четвертая фишка и, конечно же, камера. Она достаточно серьезно изменилась как в iPhone 7, так и, конечно же, в iPhone 7 Plus, где их вообще две. Фронталка теперь умеет снимать Full HD, подойдет для блогеров отлично. Ну а основная камера в маленьком iPhone обзавелась оптической стабилизацией. Не говоря уже о диафрагме 1.8. Большой iPhone 7 Plus получил вторую камеру с диафрагмой 2.8, однако она, в отличие от широкоугольной основной, может называться телефото с натягом, то есть некий зум. А также большой iPhone пока в бета-версии, но все-таки умеет делать портретные фотографии с ярко выраженным объектом на переднем плане и размытым задником. Нельзя сказать, что новый iPhone снимает как-то вообще мега восхитительно, но чуть лучше, чем предшественники. Об этом я, наверное, чуть более подробно расскажу в одном из следующих видео. В iPhone 7 обращаемся с кнопкой Home, которая могла похрустывать, поскрипывать, со временем вообще выходить из строя, потому что, ну блин, люди пальцами жирными своими трогают и все такое. В iPhone 7 новая замечательная сенсорная кнопка, а нажать отрабатывается Taptic Engine второго поколения. То есть кнопки домой в iPhone теперь вообще нет, ее нажать и эмулируется Taptic Engine 2, и делает это он настолько классно, что прямо хочется ее все время нажимать. Taptic Engine 2 теперь присутствует во всей системе. Выбираете ли вы дату, время, просто делаете какие-то действия с телефоном, постоянно происходят такие микровибрации. Не раздражающие, а очень деликатные, и это настолько круто. Стереодинамики. Многие почему-то решили, что они у iPhone находятся снизу, хотя второй находится там же, где и слуховой. Вот так в Apple заморочились. Привет, с вами Вилсаком, а что если я скажу, что биологическая эволюция для современного человека недостаточно быстрая? Сотни тысяч лет понадобились для изобретения колеса, а сегодня мы недовольны теми инновациями, которые появляются в iPhone каждый год. Быстрее, выше, сильнее. Современный человек со всеми технологиями находится на пике своих возможностей. Не сказать, что динамики стали сильно громче, ведь iPhone у нас теперь защищен от воды, и там всякие мембраны, вот это все, но теперь перекрыть динамик рукой, например, когда вы смотрите тот же YouTube-чик, стало сложнее. И это ощущается, и это тоже круто. Седьмая фишка, самая предсказуемая, тем не менее, iPhone 7 на A10 Fusion быстрый как скотина, абсолютно, потому что отворит вообще по беспределу. Теперь у нас 4 ядра, 2 высокопроизводительных, 2 не очень, все это комбинируется, iPhone за счет этого дольше работает, ну и вообще ведет себя как молодец. Все это нас приводит к одной простой мысли, iPhone 7 сегодня самый быстрый, мать его, смартфон, и очень надеюсь, что всю эту дурь будут использовать по максимуму, 180 с хреном тысяч в Antutu, покажите у кого больше. Но, как мы с вами знаем, производительность синтетики одно, а в реальных играх или приложениях совсем другое. Здесь уже на помощь iPhone 7 приходит iOS и знаменитая оптимизация Apple, а также глобальная поддержка разработчиков. Игры идут плавно, запускаются быстро, работают хорошо и вообще, в принципе, появляются на iOS, в отличие от конкурентов. Вот вам простой пример. Бесплатный бенчмарк GFX в тесте Manhattan OpenGL 3.0 Full HD выбивает 3600. Я оставлю ссылочку в описании, можете сами проверить, посмотреть, сколько даст ваше устройство. Для сравнения, Galaxy S7 Edge в этом же тесте показывает 1600 баллов. Вы, конечно, можете со мной не согласиться, я уверен, что в комментариях прочитаю огромное количество мыслей из серии. Да, iPhone 7 вообще никакой, все эти фишки ни о чем. Я со своим iPhone 3GS еще 8 лет прохожу, пожалуйста. Я говорю о том, что это действительно те вещи, которые мне понравились за время эксплуатации iPhone 7. И то, что может вас подвигнуть к выбору этой модели, если вы обладатель старого телефона или вам вообще все равно, и это будет ваш первый iPhone. Вот такие мысли. Ставьте лайк, если вы согласны с этой позицией. И я думаю, что я сравню в ближайшем будущем iPhone 7 и iPhone 6s. Об этом очень много просят. И давайте лайков накидаем, не будем какую цифру собирать. Просто много лайков, быстрее видос выйдет. Вот такая простая логика. А с вами был Вилсаком. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить много всего интересного. И, конечно же, мои социальные сети к вашим услугам. Твиттер для всяких новостей, группа ВКонтакте, Инстаграм, сайт, Фейсбук. Можем с вами просто вот круглосуточно общаться. Пока. Продолжение следует...